Слушайте Радио Болтком. Продемонстрировали, если 16 февраля биткоин преодолел такую психологическую отметку в 50 тысяч долларов, то уже в воскресенье, 21 февраля, вот я специально посмотрел, зафиксирована цена за один биткоин 58 352 доллара. Ну, в принципе, фантастика. Сейчас, правда, мы наблюдаем такое уже падение, ну, большое и небольшое, сейчас мы об этом поговорим. Почему наш эксперт Сергей Маликов как раз подготовился по этой теме, тем более, что вот все, что связано с криптовалютой, он знает не по наслышке, не из гугла, он не только знает теорию, но и практику участвовал в этом процессе, об этом мы поговорим. Ну, может быть, начнем действительно с самого такого актуального, почему взлетел действительно биткоин, и несколько слов, может быть, для начала, такой для вводной, для тех, кто, может быть, в нюансах не отслеживает этот процесс жизни криптовалюты. Это такая интересная параллельная жизнь таких альтернативных денег, если так можно вообще это обозначить. Ну, вот, может быть, несколько слов о криптовалюте как таковой. Здравствуйте. Значит, начнем как бы с основного, да, биткоин – это криптографический алгоритм, да, электронный, то есть на основе алгоритма SHA-256. Ничего нового нету, еще в 2000 году был запатентован этот алгоритм, то есть он подразумевает необратимость кодирования, то есть цепочка действий, которая, если она прерывается или есть ли какая-то потеря данных, то не позволяет в обратную сторону это откодировать и получить информацию. В этом нет ничего нового. Алгоритм тот же самый хеширование используется в Твиттере, где коды, пароль и логин задаешь туда, и у них остается только через этот алгоритм, остается только вот этот код. Люди, может быть, вот, не знаю, старые закалки или еще со старым образованием, можно называть его советским, классическим, могут сказать, ну, ведь хорошо, ведь за валютой или за деньгами реальными, неважно, бумажными, наличными, безназначными, что-то стоит, да, то есть какая-то есть, они представляют какую-то ценность, да, это мера чего-то. Что касается криптовалюты, это только вот такой алгоритм математический и все, да? Значит, ценность состоит в том, в сложности этого алгоритма и в том, что очень большие ресурсы, энергозатратные, уходят на этот майнинг, потому что это цепочка… На его производство, чтобы было понятно. Да, потому что цепочка все время увеличивается. Есть изначально разработчики этого алгоритма биткоина, конечно, это не Сатошина кому-то, это уже известно, что это австралийские IT-специалисты, потому что они больше всего держат биткоинов, да, изначально выработали, что может быть выработано 21 миллион биткоинов, да, из которых сейчас на данный момент выработано уже 18,5 миллионов. Каждые 4 года происходит усложнение алгоритма, то есть так называемая эпоха. То есть она случилась в 2020 году, то есть до этого было, каждых 10 минут откалывался блок за то, что майнеры майнят и производят эти вычисления, каждые 10 минут происходит выпадание блока одного, так называемая премия. Она раньше была, скажем, с 2016 до 2020 года она была 12 биткоинов, до этого она была 25, а сейчас с 2020 года 6,2 биткоина каждые 10 минут отваливается, то есть на всех, да. Это, если посчитать, за сутки всего 900 биткоинов, то есть это достаточно маленькое количество, и оно будет иметь тенденцию еще уменьшаться. То есть каждые 4 года, когда происходит новая эпоха, это количество биткоинов, выработка снижается, а увеличение мощности или энергозатраты, она увеличивается. Но биткоин это не единая такая криптовалюта. Даже с биткоина есть, я помню, лайткоин откалывался, это как бы аналогично биткоин. Биткоин кэш, биткоин голд, просто коин, то есть это все на основе алгоритма SHA-256 идет, да. Также есть другие криптовалюты очень популярные там, ну про эфир, конечно, все знают, это там отдельно надо поговорить, но там Dash очень популярный был, Monero, Neo, Cardano, Dogecoin, то есть на самом деле криптовалют популярных больше 100, а те, которые имеют монетизацию свыше миллиарда, таких порядка 20. То есть каждый может найти себе, если есть лишние деньги и желания. Но это что-то похоже на акции, ведь есть же игроки, которые тоже играют на разных биржах. Нет, я бы сказал, с акциями это нельзя сравнить, это можно сравнить, скажем, это, скажем, можно сравнить, вы имеете в виду ценность этой, да? Я имею в виду даже вот сам процесс, ведь мы знаем, что кто-то играет на бирже, это такой азарт, да, они тоже на разные акции разных компаний делают какие-то ставки. Нет, с акциями немножко другое, за акциями стоит реальный актив, реальная компания и реальная доходность. И у акций, допустим, у них, допустим, если брать акции какие-то, какие-то голубые фишки, там, я не знаю, Facebook, Microsoft, у них нет такой волонтильности, то есть, грубо говоря, миллиард акций туда-сюда можно продать, и это сильно не приводит на рынок. А здесь происходит очень сильная волонтильность, потому что действия с этими… То есть, колебания по существу. Колебания, да, потому что очень маленькие транзакции происходят, да, очень маленькие, и маленьким количеством транзакций, маленьким количеством этих биткоинов или эфиров, цена сильно поднимается или падает, в зависимости от новостей, да? Ну вот, к примеру, новость, извини, что я вас перебиваю, но это важно, но вот, к примеру, одна из версий, почему вот так вот взлетела стоимость биткоина, объясняется тем, что Тесла сообщила о закупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Это могу подстегнуть? Да, смотрите, значит, сообщили, что Тесла будет покупать на полтора миллиарда долларов, но Тесла купила, и может быть не на полтора миллиарда долларов, а уже по курсу 50 тысяч уже получилось полтора миллиарда, никто не сообщает о планированной закупке. Достаточно до этого уже было известно, что платежные системы покупают достаточно потихонечку эти биткоины, и это было уже как бы видно, да. Это новость хорошая, но такие же есть и плохие новости, после которых биткоин, скажем, упал на 15%, это заявление министра финансов Елен в США о том, что все-таки биткоин для инвесторов опасен, и он больше носит не инструмент как платежной системы, как инструмент передачи ценности, а больше как инструмент для легализации средств. В том числе добытки преступников. Да, именно про это мы говорим, и достаточно вот этих словозаявлений, и хватает того, чтобы эти акции, ну не акции, а эти котировки сразу ввалились на 15%, да, то есть вот это говорит о том, что очень сильно подвержен новостным. И не надо думать, что вы узнаете новости раньше. Есть специальные подключения, раньше, по крайней мере, были к тому же самому Bloomberg, где платя бизнес-тариф, скажем, за новости, там, большую сумму в месяц, ты получаешь эти новости, там, на минуту раньше, соответственно, можешь использовать это. А когда это написано уже в информационном портале на Bloomberg, это уже не новость, это уже оставшаяся новость, которая уже никому не интересна. Да, все-таки, поскольку у нас такая передача носит не только аналитический характер, но и определенный, ну, если так можно сказать, образовательный, да, вот такой ликбез, все-таки вот такие слова заумные, которые мы тут произнесли, майнинг, да, ну, так, чтобы говоря простым языком, это производство, да, вот производство. Криптовалюта, если чуть-чуть вот, вот, чуть-чуть разъяснить, что это такое изначально, да, кто производит вот эту криптовалюту, как производится она, так, чтобы люди представляли. Да, значит, смотрите, естественно, купить биткоин или эфир, это слишком просто. Естественно, как бы нормальный, адекватный человек или инвестор, естественно, он хочет это производить, понимаете, самому это добывать, да. Потому что, ну, это более выгодно, да? Ну, конечно, потому что это более стабильно, как бы, и более выгодно. То есть майнинг биткоинов происходит на так называемых ассиках. То есть изначально, в первую эпоху, можно было майнить на компьютерах. Вот большая часть всех биткоинов, которые добыты, они были добыты на компьютерах, потому что это ничего не стоило. После этого были… Они были добыты путем вот этого математического кода. Да, математического кода. Компьютер просто считает, 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 и в какой-то момент происходит выпадание блока, называется премия, и она делится на тех, кто считает. Это очень просто. Но со сложностью алгоритма пришлось использовать уже специализированные микросхемы, чипы микросхемы, блоки этих микросхем. То есть все время система вот этого производства усложнялась. Это все равно, чтобы, если мы представим, что если раньше, не знаю, собирали машины вручную, потом вот эти роботы, и они стали все сложнее, сложнее, конвейеры, все сложнее. То есть айсик – это такой блок специальный, где стоят микросхемы и где происходит система принудительного охлаждения. Именно вот туда уходит очень много затрат энергии. Эфиры, допустим, майнят на специальных картах. Вот вы сейчас там показываете для тех, кто смотрит в интернете, у кого нет такой возможности, могут, наверное, потом посмотреть на нашем сайте. Да, значит, эфиры, майнят – это карта на самом деле для геймеров, специализированная карта, здесь тоже два чипа, и стоят радиаторы специальные, как холодильник охлаждающий, и вентиляторы. То есть и вот радиаторы такие, как в машинах, только маленькие. Вот это и занимает огромную мощность, потому что вычислительная техника, чипы очень сильно перегреваются, и чтобы они работали в заданном режиме, их надо очень сильно охлаждать. Вот сюда и уходит все потребление энергии. То есть эфиры майнят на картах, и, соответственно, надо постоянно обновлять эти карты, покупать новые, потому что вот эта карта 4 гигабайта, 5-летней давности, раньше их просто невозможно было достать. То есть для производителей электричества это вообще золотая жива? Конечно, для производителей карт. К этому мы еще вернемся. А, да, это мы вернемся, да, к этому вернемся. С лесоханим интригу, да. Да, то есть постоянно усложнение, и, допустим, если такая 4 гигабайта карта 5 лет назад была топ, то сейчас загрузочная программа, то есть чтобы сама программа, которая позволяет генерировать эти эфиры, уже такая тяжелая, что эти карты даже уже непригодны. То есть сама цепочка, сама эта программа настолько мощная и такая тяжелая, да. С этим более-менее разобрались. Все-таки, возвращаясь, почему к биткоину? Вот как бы его звездный час, как мы констатируем в начале нашей программы 21 февраля. Почему вообще биткоин как таковой, он опередил все остальные криптовалюты или альткоины? И сейчас, действительно, вот не только сейчас, все время, чуть ли не с момента создания, это номер один. Ну, изначально он был первый. Он был первый изначально. И держится, получается. Да, с 2010 года он появился, он был первый, да. И философия была очень интересная. Сама идея, как называется, вот эта революция, да, это анонимность. Анонимность. То есть, фактически, биткоин или эфир можно передать путем копипейст с одного кошелька на другой. Без фамилии, да. Или даже холодный кошелек, это типа флешки, можно передать одному человеку другому. То есть, это анонимность. Во-вторых, это быстрота, да. То есть, опять революция, в чем заключалась технология? Быстрота. Простота и быстрота даже. Теоретически, это опять же, к этому вернуться, можно передать его, перечислить очень быстро, да. Но из-за большого пользования все равно идет задержка. Особенно, когда идет обвал биржи, задержка в продажах происходит на сутки, на два. Ну и, конечно, дешевизна, потому что банки брали деньги за транзакции, да. А это как бы ничего не стоит. Но опять же, это все теоретически. То есть, это идея революции. Как называлось, как кто-то сказал, что революцию создают идеалисты, а пользуются ею... Подлецы. Подлецы, да. То есть, вот здесь данный случай. То есть, допустим, анонимности здесь нет, да. Потому что... Уже нет. Уже нет. Потому что все равно можно отследить, если знаешь этот адрес этого кошелька, можно за ним это следить, да. Быстроты тоже нет, потому что... Процесс усложнился. Процесс усложнился. И во время, допустим, какого-то хайпа, когда или сильно все хотят купить, или сильно все продать, ставишь заявки на биржу, билеты, тикеты, и они не исполняются. Просто они могут стоять день и два. Я видел сам, когда, допустим, при сильном падении ты ставишь продажу, и твой... И ты в очереди не можешь продать, потому что не справляется эта система. И та же самая решевизна. Она пропала. Вот это тоже тема для разговора. То есть, чем больше... Почему она пропала? Почему она пропала? Объясню. Значит, сложность этого майнинга, мы сказали, требует большой электричества. Это такой сложный технологический процесс, да. И чтобы эту систему поддерживать, майнеры получают премию за транзакции. То есть, чтобы эти все транзакции происходили через все эти узлы, да, майнеры проверяют премию. И сейчас, чтобы одну транзакцию сделать, допустим, до 30 долларов стоит одно перечисление биткоина, и до 20 долларов стоит перечисление эфира. То есть, цена соответствует спросу, предложению и затратам. То есть, сам этот процесс уже стал достаточно затратным. Во-первых, электричество. Да. Это бешеные деньги, я так понимаю, да, чтобы произвести его. И дальше вот эта система транзакций. Да, она тоже стоит денег. Хорошо. А вот хранение вот в этих кошельках... Хранение ничего не стоит. Да, пока. Потому что можно хранить на бирже, это ничего не стоит. Также можно перевести на какой-то холодный кошелек, который тоже хранение ничего не стоит. Я, может быть, задам такой концептуальный философский вопрос, поскольку наши радиослушатели, которые, наверное, слушали или кто-то смотрел наш первый выпуск две недели тому назад, вот нашей премьерной передачи вокруг финансов, обратили внимание, что все-таки вы такой опытный специалист в финансах. И, наверное, у вас есть свое какое-то объяснение. Вот кроме вот этого технологического прогресса, само создание криптовалюты. Потому что есть разные теории и разные финансисты, экономисты, может быть, даже больше теоретики, чем практики. Тем не менее, пытаются объяснить и говорят о том, что, понимаете, это говорит, не знаю, о кризисе обычной финансовой системы. И, возможно, вот этот кризис 2008-2009 года, когда был обвал этих акций, и когда надували все вот эти вот фантики, как кто-то говорил, вот это заставило или, так сказать, подтолкнуло умных людей создать вот такую альтернативу финансовой системе. Нет, я думаю, это не так. Это просто криптоактивисты, да. Просто любители-любители чего-то нового, что-то попробовать. Нет, финансовая система... То есть, здесь не нужно под это подводить, какой-то такой глобальный вывод, да? Нет, конечно. Теорию загребов нет. Финансовая система работала, работает и будет работать. Несмотря на все вот эти возможности, контроль... Более того, финансовая система потихонечку сделает ограничения для всех этих криптовалют и альтернативов. Рано или поздно, да? Рано или поздно, потому что сильно поменялась ситуация с 2018 года у нас в Латвии. И, допустим, хорошо, вы получили биткоины за какие-то действия, за какое-то вознаграждение. Как технически это происходит? Вы открываете счет на бирже, да? Биржа сразу просит вашей авторизации, да? Соответственно... Все, теперь никакой анонимности нет. Конечно. То есть, то, что было раньше, уже нет. Конечно. Пришлите, если вы там на 500 евро делаете транзакции в месяц, окей, вы можете делать анонимно. Но если какой-то рубеж вы переходите, скажем, 5000 евро, пожалуйста, приселите копию паспорта, пришлите в ПДФ свой счет, где вы проживаете с местом декларации, чтобы как-то биржа могла вас идентифицировать, да? И вот вы загнали туда, скажем, сделали копию и пест, переслали туда свой вот этот код, 256-битный, вот этот биткоиновый, да? Окей. Вы сделали транзакцию, вы выставили на биржу чек, вы продали. Биржа спрашивает, куда пересылаем деньги. Вы логически рефлекторно... Вы же должны как-то эти деньги... Конечно. Вы рефлекторно сразу указываете свой счет в скандинавском банке. К примеру. К примеру. Да. И туда вам приходят деньги через два дня. Вы приходите в банк, как это сейчас происходит, и говорите, хочу снять деньги. А в выписке простоит там, допустим, какой-нибудь, скажем, голландский какой-то банк или какой-то немецкий, малоизвестный банк, не дойча банк. Ну, естественно, наш скандинавский банк спрашивает, уважаемый, откуда у вас там, скажем, 20 тысяч евро? Вы говорите, ну, я тут вот продал биткоины. Окей. Откуда взял? Ну, там операция, транзакция. Ну, и вот мы логически и подходим к тому, что это как бы есть та, скажем... И надо будет все доказать и показать, да? Да. А это теоретически возможно доказать и показать? Теоретически возможно. Когда я, допустим, занимался майнингом, да, и, допустим, вывалидел деньги, да, конечно, ML тоже меня спросил, откуда же такие суммы. Ну, я сказал, вот смотрите, у меня куплены карты, вот смотрите, мой пул, там, где я майнил, это как бы объединение майнеров в одну как бы виртуальную машину. Вот мой алгоритм, вот... А если, например, банковский работник скажет, а я же ничего в этом не понимаю? Ну, загрузил информацию, показал чеки, что купил, но удалось эти деньги получить. То есть, теоретически это возможно? Да, потому что я доказал это, это производство, да. Но если вы просто получите биткоины, эфиры и скажете, вот я просто их получил, просто продал, просто хочу деньги, просто скажу, докажите. Мы подошли к классическому вопросу, я думаю, ответ на который ждут многие наши радиослушатели, как на всем этом деле с красивым названием биткоин зарабатывать. Но, наверное, мы сделаем такую интригу. Можно зарабатывать, можно инвестировать. Ну, после перерыва, вот и не переключайтесь, Сергей Маликов в передаче «Вокруг финансов». Оставайтесь с нами. Вы слушайте Радио Болтком. Виа СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на via-sms.lv. via-sms.lv – эластичный заем. Нам доверяют. Покупай бытовую технику одним звонком на Шарлер ЛВ. Покупай бытовую технику со скидками до 50% на Шарлер ЛВ. Звони 22-31-36-37. 22-31-36-37. Покупай и забирай в любой день на Юрмалос Гатвит-30 или Берзелмс-9 около торгового центра Домино. Подарок – бесплатная доставка, занос и вывоз старой техники. Звони 22-31-36-37. Шарлер ЛВ – интернет-магазин выгодной бытовой техники. Пауза завершилась слишком быстро, и мы этому несказанно рады, поскольку очень много тем в этой передаче мы хотим обсудить вокруг финансов. Сергей Малик вам напомню. Вот с каким денежным вообще активом или с какой-то ценностью можно сравнить, не знаю, криптовалюту? Это ведь не золото. Сергей Малик – это очень хороший обек вопрос. Значит, сами криптоактивисты и крипто… Хорошее слово, да. Криптоактивисты. Мы еще поговорим про криптоевангелистов. Это еще более хорошее слово. Еще одна интрига. В общем, возвращаясь к криптоактивистам. Криптоактивисты сравнивают биткоин, конечно, с золотой монетой. Но это некорректное сравнение. Если сравнивать с таким физическим активом, дорогим, я бы сравнил бы биткоин с осмем 187. С изотопом осмем 187. То есть, это редкоземельный металл радиоактивный, стоит от 10 тысяч за грамм. То есть, такая цена. На бирже, да. То есть, купить его можно, но хранить его сложно. Он радиоактивный, да. Радиоактивный. Передать внукам тоже опасно. Ну и продать, если надо будет, пойти в ломбард или, скажем, в банк. Сказать, что вот у меня есть осмемельный металл, я покупал его на бирже за 10 тысяч за грамм. Но это тоже будет достаточно тяжело и проблематично. И опять же, его используют в основном для транзакций международных, какие-то нелегальные, какие-то другопировки для передачи каких-то дорогих отцев. То есть, с золотом сравнивать нельзя, можно сравнивать с изотопом осмемельный металл. То есть, очень специфическая история. Специфическая вещь, да. Но дорогая. Как же на этом зарабатывать? И можно ли вообще зарабатывать? Значит, смотрите, хороший вопрос. Здесь надо разделить инвестиции и заработок. Значит, инвестировать в биткоин, в эфир просто, можно, и это несложно. Что это? Но это просто покупаешь на бирже, открываешь кошелек, покупаешь на бирже, тратишь свои деньги. Но это инвестировать. И ждешь, пока это все подорожает, чтобы по дорогому продать. Да, да, это инвестировать. Зарабатывать. Простая спекуляция, как раньше говорили. Да, зарабатывать – это все-таки, когда ты работаешь и каждый месяц тратишь свое время, но каждый месяц гарантированно получаешь какой-то доход. Вот это называется зарабатывать. Зарабатывают здесь, конечно, очень многие, но это немножко в другом профиле, как вы думаете. Значит, зарабатывают огромные деньги. Во-первых, зарабатывают компании, которые производят майнеры. То же самое изготовитель антмайнера Bitmain, китайская компания. Они огромные деньги зарабатывают. Да зачем далеко ходить? Вот, пожалуйста, Валера Вавилов. У него компания Bitfury, выходец из Латвии, который тоже производит вот эти аэсики с микрочипами 14-нанометровыми для майнинга. Он тоже одно время был миллиардером. Ну или вроде, по крайней мере, так писали. То есть, опять же, производители карт. Вот смотрите, очень простой пример. Вот карта, их производят компании NVIDIA и AMD. Я просто посмотрел, когда вот этот бум начинался, NVIDIA стоила 30 долларов, акция компании. Сейчас 580. Да. А AMD, карта AMD, раньше стоила фирма, вот эта, ее акция стоила 2 доллара, а сейчас 86. Буквально. То есть, производители карт зарабатывают, производители очень большой бизнес, производители охлаждающего оборудования для майнинга, производители контейнеров для установки и переноса этих майнинговых ферм. Естественно, большие деньги зарабатывают те, кто делает сайты различные для криптомайнинга, биржи. Огромные деньги зарабатывают биржи. Огромные деньги зарабатывают казино. Это же отдельная сфера. Есть, мы в прошлый раз говорили тоже что-то про казино. Есть криптоказино. Те, кого не пускают в обычное казино, те покупают криптовалюту и играют в виртуальных казино. И казино зарабатывает огромные деньги, естественно, это все те, кто держит телеграммы, рассказывают, как майнить, показывают, как майнить. Все они зарабатывают деньги. Отдельная каста – это так называемые криптоевангелисты, которые устраивают конференции. Но сейчас этот бизнес не работает, потому что конференции нельзя собирать. Да, но только что виртуальные. Да, но конференции виртуальные. Раньше это были реальные конференции, когда собирают тысячу человек, с каждого по тысяче евро. И криптоевангелист рассказывает о будущем майнинга, о необходимости консенсусов, о новых алгоритмах, о переходе с одного алгоритма на другой. И вот все, ну это, конечно, непросто. Просто купить этот актив и держать в надежде, что он вырастет. Конечно, уже заниматься производством или обслуживанием карт или майнинга – это сложнее, но это зато и есть зарабатывание. Вот это и есть зарабатывание. Держать телеграммы, рассказывать о том, зарабатывать на рекламе, как это выгодно и как это можно делать. Ну, то есть, фактически получается так, что вот в этой индустрии самого биткоина так, что можно неплохо зарабатывать. Да, но так же, как можно зарабатывать в казино. Если ты производишь игровые столы, видеокамеры. Все, что связано с этим. Конечно. Так как для гольфа, не знаю, да, так сказать. Да, да, да. Это огромная индустрия. Значит ли это вот из того, что вы сказали, что вот сами инвестиции, можно сказать, что они довольно простые. Вот тебе есть деньги, ты покупаешь этот биткоин, ну или другие там криптовалюту. Ну, на этом ведь тоже можно, в принципе, зарабатывать. Можно зарабатывать. Была даже такая, лет пять назад была такая даже тема, что почему появились альткоины, да. То есть, каждая крупная компания айтишная могла сделать в Америке свой, допустим, какой-то альткоин. То есть, поэтому была такая философия, что вот смотрите, это, допустим, биткоин дорогой, но есть, скажем, другие альткоины. Там лайткоин, там даш популярная валюта была, монеро, нео и другие. И потом биткоин голд, для тех, кто хотел быстро зарабатывать, просто коин, биткэш, это тоже все производные от биткоина. И это было как альтернатива валютам. То есть, людям большие деньги туда вкладывали. Думали, ну если биткоин вырос, значит и биткоин голд тоже вырастет. А он не вырос. Да, можно ли сказать, что вот мы сейчас говорим вроде бы для простых пользователей, так можно сказать. Вот в самом начале вы сказали такую очень важную фразу, что вот постепенно, сначала это все было просто, анонимно, быстро, дешево. Вот можно на обычном компьютере майнить или производить. Сейчас все эта система усложнилась. Значит ли это, что усложнилась ли, не знаю, уровень подготовки даже того инвестора. То есть, нельзя сейчас после скандачка вот эти шальные деньги заработать. Не знаю, есть у кого-то какая-то сумма денег, он купил там часть биткоина, посидел, подождал, что-то там заработал и все. Все-таки должна быть сейчас подготовка. Значит, смотрите, вложить деньги, уже ранее заработанные, достаточно просто, потому что интерфейсы очень удобные. И фактически за пару часов можно идентифицироваться, получить счет и вложить туда деньги. То есть, купить какой-то биткоин или откоин, ранее заработанные деньги, вложить очень легко. Но гарантированно заработать намного сложнее, потому что, понимаете, очень много факторов, которых мы можем прогнозировать и не можем прогнозировать, влияют на цену. Ну вот, скажем, допустим, заявление министра финансов Иерин, это понятно, это легко. Министр финансов США сказала, что биткоин используется в отмывке денег и цена падает. Но есть другие факторы, которые мы не можем использовать. Допустим, вы не поверите, но здесь же опять задействован Китай. Вы не поверите. Но очень сильно на цену того же самого биткоина может повлиять количество воды в реках Хуанхэ и Янзы. А здесь мы не можем прогнозировать, какая будет вода, потому что в зависимости от количества воды на электростанциях, когда цена энергии в Китае будет или дешевле, или дороже весной. Поэтому если воды будет много, энергии будет переизбыток, соответственно, будет много биткоинов и цена упадет. Но если будут реки, будут недостаточно полноводные и электроэнергии не будет в избытке, соответственно, не будет добычи большой биткоинов и они вырастут. Вот этот фактор мы не можем никак оценить. Соответственно, говорить о заработке гарантированном здесь нельзя. Да, но вот это очень хорошая тема, которая мы затронули. Она такая уже выходит за рамки криптовалюты, она такая более глобальная. Вот упомянули вы Китай. Значит ли это, что по существу, поскольку процесс стал довольно дорогим, то все зависит, ну или очень многое зависит от тарифов на электричество? Да, в Китае, конкретно в Китае. В Китае производить эту криптовалюту намного в разы дешевле, чем, к примеру, в Латвии, с учетом наших тарифов на электричество. Да, я как криптоэнтузиаст пробовал добывать валюту в Латвии, у меня было промышленное электричество, но это для меня было больше хобби или меценатство. Ну, меценатство нельзя назвать, меценатство это все-таки когда-то больше... Промышленное электричество это когда уже действительно вот большие агрегаты, да? Ну, когда провода с руку, да. Да. Чтобы вы для себя понимали, да. Вот так. Но электричество в Латвии дорогое, поэтому все фермы, то же самое, это, допустим, Битфьюри, Вавилов, поставили на горных реках Грузии свои станции, но в основном используют, конечно, это... Да, вот я посмотрел, у них есть и офисы представительства и в России, и в Грузии, да. Да, но в основном используют, конечно, Китай, потому что, во-первых, IT-специалисты дешевые, во-вторых, дешевая электроэнергия от гидроэлектростанции, да. И пик дешевизны происходит именно на весну, когда полноводные реки получают много воды весенней, да. Поэтому вот, как бы это ни смешно не звучало, но все зависит от количества воды. Потому что, еще раз хочу сказать, всего в сутки в данный момент добывается 900 биткоинов. Это очень маленькое количество. Конечно. На такие ресурсы это очень мало. И после смены этой эпохи будет добываться 3 биткоина. 3 хома 1, да. Соответственно, эта добыча еще увеличится. Совсем мало. Но с ценой биткоина возрастет и цена транзакций. Понимаете? Когда цена транзакций превысит, скажем, 500 долларов или 300 долларов, это уже будешь думать, стоит ли эти биткоины пересылать. Потому что цена транзакций будет достаточно высокая, да. А это будет, ну, по-любому. Вот это очень хорошо, что мы подошли к такому очень интересному вопросу. Может ли настать такой момент? Я понимаю, что мы сейчас вот такую фантастическую версию. Но может быть, что когда криптовалюта встанет в один ряд. Вот, не знаю, есть финансовая система. Система, она была, есть, наверное, будет. Традиционная, со всеми банками. И есть система криптовалюты. Мировое сообщество, то есть все страны или большинство цивилизованных стран это признают. Есть соответствующее законодательство. Может ли настать такой момент? И потом мы как раз перейдем к тому, что сейчас есть с точки зрения законодательства. Вы верите, что такой вот момент настанет? Немножко такой момент настанет, но это немножко в другую сторону. Допустим, уже, допустим, та же самая Россия заявила, да, криптовалюта есть, майнинг есть, но использовать в товарообмене, покупать услуги и товары за криптовалюту, это незаконно. Вот конкретно позиция России. Такая же позиция будет у Китая и, естественно, будет и США. Китай это не скрывает, да. Конечно, потому что анонимность, быстрота и дешевизна, она не соответствует современным трендам в плане легализации, отмывания и идентификации полной. Потому что сейчас, я так понимаю, анонимность сменилась тому, что теперь полностью открытостью, контролем всех и каждого. Поэтому отдельных законов, отдельно законов, скорее всего, не будет, но есть подзаконные акты, которые не запрещают майнинг, то есть вы можете майнить и заниматься криптоэнтузиазмом, но это не должно никак быть связано с покупкой товаров и услуг. То есть использовать как эквивалент денег, это запрещено. То есть в России и во всех странах это потихоньку будет на это переходить. То же самое и в Латвии. Майнить-майните, но попробуйте легализовать свои биткоины или эфиры. Это будет проблема. Да. Говоря все-таки о том, с чего вы сейчас поуже коснулись, то касается законодательства. Вот есть ли какие-то сведения, как в Латвии вообще это регулируется? Или если это не регулируется, это так как бы еще пока белое пятно? Ну, в Латвии это не совсем, не сильно актуально, потому что вообще криптооперации и в основном эта торговля, она все сконцентрирована в двух местах. Это юго-восточная Акзия, Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея. Все биржи фактически, практически раньше были в Южной Корее и в Японии. И второй центр, это, конечно, Силиконовая долина в Калифорнии. В Латвии это не сильно актуально? Хорошо, но мы ведь говорили сейчас как раз во второй части, такую интригу сделали по поводу того, что можно зарабатывать или даже инвестировать. Инвестировать и зарабатывать ежемесячно, это разные вещи, я считаю. Это разные вещи, ну хорошо, вот предположим, кому-то удалось, как вы говорили в первой нашей передаче, замечательная фраза «Новичкам везет». Вот какой-то новичок X из Латвии все-таки заработал 5-6 тысяч, вы уже говорили, что банку надо будет доказать. Если все-таки доказать не удастся, что это вообще был какой-то легальный заработок, вот эти 5 тысяч, которые пришли вам на счет, то, в принципе, эти деньги могут быть и заморожены. Да, их банк не конфискует, они как бы остаются до того момента, пока можно будет доказать происхождение этих средств. Но теоретически деньги ведь такие, как мы сказали, когда не всегда можно эту цепочку проследить, и есть всегда опасность легализации каких-то преступных средств. Ведь в какой-то момент их можно конфисковать, сами криптовалюту? Вот, это тоже хорошая тема, которую надо обсудить. Значит, смотрите, вот из того 18,5 миллионов биткоинов, которые сейчас промайнены, большая часть потеряна и находится в каких-то конфискациях. То есть, их нет на рынке, скажем так. По решению Америки, серверы их не арестованы, то есть, сами вот эти кошельки с этими биткоинами, они конфискованы, а пароли остались у злоумышленников. Соответственно, они тоже выводятся из оборота. То есть, если у меня на компьютере есть биткоины, и у меня забирают компьютеры, я не могу к ним иметь доступа. Но пароль у меня есть. Но и тот, кто конфисковал, тоже не может идти доступа. То есть, часть этих криптовалют уходит с оборотами. Никуда, да. Поэтому здесь вот такая вещь присутствует. Можно ли сейчас сказать, что вообще криптовалюта, ее популярность растет? Или фактически это тоже такой период плавающий, так как цена биткоина? Плавающий. Здесь все влияет на новости. Если Маск из Теслы сказал, что они вкладывают это в биткоин, тогда это все растет. Это, кстати, отдельную передачу надо было бы сделать по такой гениальной личности, легендарной, как Маск. И в обратную сторону. Как только происходит какое-то падение какой-то биржи, вот как упала биржа МТГокс в 2014 году, и много эфиров там и биткоинов было потеряно, просто украдено. Цена падает очень сильно вниз, потому что инвесторы теряют веру в этот актив, понимают, что может и биржу могут взломать, и законы какие-то могут выйти, где они будут неприменимы. И тогда здесь все на новостях происходит. Вот здесь тоже еще такой важный момент, он такой концептуальный, у нас чуть-чуть времени остается. Вот посмотрите, что касается денег как таковых, это, скажем так, собственность и достояние или отдельных стран, у которых есть своя денежная единица, или вот как Европейский союз, или вот этот монетарный союз, который договаривается, что у них такая единая валюта, и они ее защищают. Это как бы под защитой государства, как раньше говорили, и как пишется на банкнотах, они находятся там под защитой государства. Что касается криптовалюты, насколько это реально, чтобы какая-то страна сказала бы, слушайте, ну это же практически тоже какая-то валюта, мы тоже будем ее производить, и будет, это наша национальная криптовалюта, мы ее даже назовем какой-нибудь там, не знаю, лати, ну я так утрилую, да, так сказать. Вот у нас будет своя государственная криптовалюта, и мы будем сами ее майнить. Вот государство, или это... Нет, для государства это невыгодно, для государства это невыгодно, потому что теряется контроль за налогами, теряется контроль за идентификацией пользователей. Здесь в обратную сторону государства такие, скажем, как Армения, как Грузия, как Белоруссия, говорят, вот, пожалуйста, мы вам даем место, майните, приносите нам доход. Да, для нашего государства, скажем, та же самая Венесуэла, такие страны, которые хотят заработать, они говорят, пожалуйста, вот, мы вам даем энергию, приходите, майните, почти ничего не надо нам платить. То есть они, наоборот, привлекают, привлекают майнеров, чтобы зарабатывать, государство зарабатывало, но, естественно, делать замену своей валюты на какую-то другую, чтобы ее майнили, ну это, конечно, ну из области фантастики. Крипто-энтузиасты, вот такое замечательное слово, которое вы сказали, вот те крипто-энтузиасты, которые были, стояли у истоков, вот, они первые начали вот инвестировать, да, пускай это более простой процесс, чем майнить, они еще вообще остались на рынке? Или они отчаялись, продали свои там 0.5 или 0.3 этого биткоина? Я понимаю, что вы социологический опрос не проводили, ну, как бы так и общее ощущение. Значит, нет, здесь опять немножко по-другому. Те крипто-энтузиасты, которые имели там по 100, по 50, по 200 биткоинов, они их, естественно, давно продали. Продали, когда цена с 1000 упала опять до 100. Не удержались, да? Конечно. Не обыдали, да? Да, а те крипто-энтузиасты, которые зашли на рынок уже по цене 5, 7, 8 тысяч долларов за биткоин, и когда цена достигла 10, и они расстроились, что они не продали по 10, они, естественно, продали там по 7, по 5 и по 4, да? Тоже не удержались, да? Да, естественно. Таких крипто-энтузиастов, которые имели 10 тысяч биткоинов по цене 3 доллара, и сейчас их продали по 50, я таких не знаю. В основном люди покупают, держат, не успевают поймать этот пик и на понижении продают. То есть тот, кто покупал и майнил по 3, по 5, ну, были же сделки, когда 10 тысяч биткоинов пицца стоила, понимаете? Вот они и продали тебе свои биткоины по 3, по 5, по 10 долларов. А те, кто купил уже по 5 и по 7, ну, продавали в этой категории. Таких, кто купил по доллару и продал за 50 тысяч, таких просто нет. Вот сделаем такую интригу уже на следующую нашу передачу. Вот вы упомянули, что Илон Маск такой гениальный человек. Почему? На ваш взгляд. Пиар. Чем отличается крыса от морской свинки? Только в пиаре, да. Грамотным пиаром. Да, да, вот так и здесь, да? Да. Вот замечательно такое вот завершение, может быть, нашего сегодняшнего эфира. Обязательно в следующий раз мы поговорим об этом феномене Маска. И Теслы. Да, не только вот как Маска, а Теслы, потому что на самом деле ведь Тесла, вот кроме шуток, дала ведь толчок вообще в этой целой индустрии. Даже кто-то говорит, что это совсем не пионеры, были разные другие попытки, мы знаем еще до Теслы, создать такой электромобиль. Вот они это поставили на поток, чтобы мы там не говорили, и это, наверное, дало толчок такого целому направлению индустрии будущего, возможно. Вот об этом мы обязательно и поговорим, и не только вот об этом. Так что спасибо большое, не переключайтесь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok